В Чебоксары съехались лучшие архитекторы страны. Так, в Театре оперы и балета состоялось открытие юбилейного 40-го заседания Совета главных архитекторов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований под названием «Комфортный город». В рамках открытия торжественно вручили удостоверение новым членам Союза архитекторов России. Их были удостоены 13 человек – молодых, но уже подающих большие надежды в области архитектуры и градостроительства. Удостоверение вручается Братасевич Алене Александровне. В столицу Чуваши участники приехали из 47 регионов России. Перед гостями с приветственным словом выступил глава Чувашской республики Михаил Игнатьев. Он отметил, что идет усовершенствование законодательной базы градостроительного кодекса, а требования населения с каждым годом становятся все выше, поэтому очень важно идти в ногу со временем. Наша задача, с учетом наших традиций, с учетом истории города, сохранить все то, что есть. И в современном мире все нужно совершенствовать, чтобы было интересно, чтобы было востребовано и жителями, и нашими гостями, для того, чтобы паломница развивалась и проект «Этническая Чувашия» тоже была востребована. Комфортный город – миф или реальность? Главный вопрос, который встал перед Советом архитекторов. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень в своем послании Совету подчеркнул, что в основе развития человеческой личности лежит качество жизни. В комфортную городскую среду входят и транспортная доступность, и удобное размещение социально значимых объектов, и места приложения труда. В центре обсуждения находилось архитектурное развитие столицы Чувашии. Немалое внимание собравшиеся уделили выставке, расположенной в холле театра, оперы и балета, где были представлены одни из самых успешных проектов города. Директор Департамента городской среды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Оксана Демченко отметила, что это и есть те направления, в которых нужно двигаться дальше. Это проект, который на уровне мировых стандартов и отвечает всем современным требованиям современной архитектуры и тому, как должен развиваться город, такой город, как Боксары, региональный центр, город, который стоит на волке, город в теплой зоне. То есть вот эти все преимущества города, они очень хорошо, скажем так, отражены, подчеркнуты в проектах. Поэтому вот если это будет развиваться так, как предлагают коллеги, ну, понятно, с учетом обсуждений, сборов профессиональных, то все будет хорошо. Чебоксары станут одним из самых красивых городов. Глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков сказал, что в преддверии 550-летия города как никогда важна оценка и опыт профессионального архитектурного сообщества. Комфортная и безопасная среда, организация пространства требует доброго подхода к своей территории. Требует новых, успешных практик, причем не только от архитекторов, но и от органов государственной власти, от предпринимателей. Мы благодарны президенту страны, правительству Российской Федерации, главе Чебоксарской Республики за возможность участвовать в реализации проекта в комфортной среде. На пленарном заседании Совет архитекторов рассматривал насущную проблему. Создание для горожан поистине комфортно для проживания среды. С презентации на тему качества пространственной среды от общего к частному выступил председатель Совета главных архитекторов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Александр Кузьмин. Кроме этого он отметил, что Чебоксары имеют свою изюминку, которую нужно суметь сохранить. Мы очень все подвержены типизации. Мы все. Мы любим одеваться по-модному. Это тоже типизация, конечно, в счете. И очень часто в городах происходит то же самое. Начинается пицца за получение плотности, как можно больше разместить, сколько можно больше получить. А мне кажется, здесь надо сыграть на контрасте. Кто уж хочет жить медленно, кто хочет жить спокойно, он должен жить в Чебоксарах. А если будет хорошая связанность, ну, поработать может и есть в другое место. Понимаете, да? Мне кажется, это изюминка, которая у вас есть. Я знаю, в Болгарске и города. У ваших соседей этого уже нет. Этого уже нет. Они уже начали, понимаете, набирать ритм, как все. Важными составляющими являются соответствие современным требованиям и сохранение исторического наследия города. Директор Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации Владимир Цветнов рассказал, что очень сложно сохранить идеи тех архитекторов, которые работали в 17-18 века. Однако совместные работы с современными архитекторами дают хорошие результаты. Поэтому Владимир Анатольевич уверен, что все получится. Это историческое ядро города должно составлять вот ту привлекательность не только для туристов, о которых мы постоянно говорим, оно должно быть в том числе привлекательным прежде всего для того поколения, которое растет для нас и для нашего поколения. Чтобы те люди, которые раньше чем-то гордились, победами наших сборных, наших спортсменов, выступлением большого театра, выступлением цирка, кино и так далее. Сейчас, к сожалению, мало чем мы можем гордиться, и архитектурой в том числе. Поэтому мы призываем, помимо тех проектов, которые реализовываются с точки зрения каких-то больших объемов, вот таких больших архитектур, в том числе и не забывать про наш исторический каркас. Чтобы лично оценить столичные проекты, участники заседания отправились на московскую набережную реки Волга. Здесь глава администрации города Чебоксара Алексей Ладыков ознакомил гостей с территорией набережной и рассказал о планах на будущее. В свою очередь архитекторы делились мнением об увиденном. То, что мы увидели, это очень радует, потому что это абсолютно в тренде. Потому что мы видим многообразие функциональное этой набережной. Мы видим спортивную инфраструктуру, мы видим инфраструктуру для отдыха, мы видим, и нам рассказывают о том, что будет инфраструктура еще и вот такая, для такого более тесного отдыха, да, кафе, небольшие ресторанчики, небольшие сувенирные лавочки. Мы видим велодорожки, мы видим тротуары для широкие, прекрасные тротуары для пешеходов, для мамочек с колясками. Мы очень много же увидели, и все это говорит о том, что это будет, когда этот проект завершится, это будет очень современная, красивая, удобная набережная, куда люди будут идти. Рабочая встреча совета прошла успешно. Архитекторы не только обсудили важнейшие вопросы, но и воочию увидели, как идет архитектурное развитие столицы Чуваши. А также высказали свои замечания и предложения по формированию комфортного города. Кристина Емельянова, Андрей Орлов. Жизнь столицы.